Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня у нас в Швейцарии и город Цюрих. 18 мая и времени около часу дня. Пятница. Итак, я имею три выгрузки и надо их успеть сегодня все это выгрузить, так как суббота, понятно, никто не работает. Воскресенье отдыхаем и понедельник тоже. Здесь какие-то праздники, то есть как по Германии, так и по Швейцарии. То есть запрет езды и грузово-транспорта. Соответственно, надо все это побыстрому сделать, чтобы освободиться, найти еще хороший паркинг и отдыхать три дня. Хотелось бы что сказать. Я здесь, на этом предприятии, которое сейчас еду, был позавчера буквально. Я выгрузился и быстренько выскочил с Швейцарии. Поехал в район Кёльна, в Германию. Там загрузился. Одна, вторая, третья. И вот, как бы вот так вот. То есть какой-то срочный груз. Превышаем чуть-чуть. Так вот, я отсюда с Сюриха выехал пустым. И прямо до загрузки в районе Кёльна, где-то 600 километров, я пустой и шел. Но это первый случай, за сколько времени, чтобы такой переезд какой-то пустой. Вы превышаете допустимую скорость? Ну вот, как-то так. А, я там еще когда заезжал, я чуть-чуть блуканул, чуть-чуть не так. Навигация так, вторая так повела меня. То есть завод я вот вижу глазами, как говорится, да. А вот съехал, где она была чуть раньше спуститься с эстакады, как бы поднизу поехать. А я поехал поверху, и получается чуть-чуть лишний, где-то на километрах 4, где-то накрутился вот так вот. Через один километр держитесь правее. Далее, это правее. Вот. Ну, в принципе, направление-то знаю уже, как бы так. Для меня это уже чуть-чуть... Я уже знаю, где правильно здесь вернуть. Чтобы не потеряться. Стекло чуть-чуть вязноватое, конечно, но, по-моему, сейчас... Патент сигнал GPS. Так, так, так. Я меня введем на верх. Так. 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 Наверное, вот, все-таки вниз поддельки. Готовьтесь через 500 метров, вершаться. Леви. Наверное, все-таки просто в туннельчиком понизу пошли, а мы... Вы превышаете допустимую скорость. Через город. Через 100 метров держитесь левее. Нет, все правильно, я еду. Готовьтесь через 600 метров держаться. Леви. Потерянь сигнал GPS. Через 100 метров держитесь левее. Так, я, наверное, чуть разорву ролик, а то как, чтобы длинный не получился на раке. Через 50 метров держитесь левее. Левее. Поедите один километр. Вы превышаете допустимую скорость. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Попали на светофорчик. У меня осталось буквально 3 километра до выгрузки. Ну, по городу, конечно, это чуть-чуть сложновато. Даже меньше показывает. Вот радар справа. Вот где мотоциклист выезжает и сразу. Как говорится, фотофиниш клеит сразу. Так, а здесь, здесь надо как-то мне прижаться чуть-чуть. Так, все тесно. Я здесь поднимался, так у меня пробуксовывали колеса. Я пустым выезжал на подъеме. Ага, вот здесь надо мне... Через 100 метров держитесь правее. Проверать. Через 50 метров держитесь правее. Вот здесь надо поправее мне и... А я поехал повернуть. Через 120 метров держитесь левее. Затем поверните направо. Левее правее. Вот такая дама. Вот такая дама. Через 50 метров держитесь левее. Затем поверните направо. Левее правее. Попытаемся здесь развернуться как-то. И нам вообще, по идее, надо вот прямо. Как бы прямо. Я сейчас заглушу, наверное, на то, как ось у меня... Чтоб прицеп... Сейчас ось опустилась у меня, получается. Когда глушу. Чтоб в радиус войти в этот... Поворота. Повернули. Поверните направо. Повернули. Тут нам зеленый. Шикарно. На следующем повороте поверните направо. 150... Нам чуть-чуть сейчас правее. По идее, вот завод... На следующем повороте поверните направо. Вот он, MAN, дизель. Я сюда буду заезжать. А я поехал по верху. Вот у меня как раз эстакада, видите, съест право. И я, как бы, круг такой дал чуть-чуть. А залез только с одной стороны. Вот как-то вот так. Да, кто не знает, конечно. И главное, понимание... То есть навигация ведет и по верху, или по низу. Ты не понимаешь, куда развязка идет. Или там, или там. Поверните направо, да. То ли туда, то ли туда. Ну, че. Вы прибудете в промежуточный пункт через 160 метров. Все, друзья. Я прибыл. Ну, я думаю, дальнейшее что-то будет. Конечно, интересно здесь бы зависнуть. Да. Тут у меня товарищ с нашей фирмой. Он, то ли не загрузился, не успел, то ли не выгрузили как-то. И его оставили на предприятии. То есть, тут и душ есть, и туалет, и вай-фай ему дали. Пароли. И самое главное, центр города. То есть, практически здесь. И вышел. И погулял. То есть, интересно. Посмотрел город. Ну, редко такое бывает. Чтоб именно непосредственно в городе где-то припарковаться как-то. И на выходные какие-то вообще. То есть, это шикарно как-то. Вы достигли промежуточного пункта. Так. Ну, все, друзья. Заезжаю ее направо. На следующем повороте поверните. Там фото. Видео съемка запрещена. На следующем повороте поверните направо. Все. Всем удачи. Итак, друзья. Выехал я с завода. Была ополучна. Вот. Теперь надо вот сейчас на эстакаду, наверное, скорее всего. И будем ехать прямо, наверное. Опять же, правее я не понимаю. Ладно. Сейчас разберемся. Итак, как обычно, блуканул чуть-чуть. Там стройка. Получается, знак поставили. А мне вроде навигация так ведет. Вот. Ну. Ладно. Поедем по тому пути, по которому я уже знаю. Ездил здесь. Тем более, даже знаки здесь стоят. Автомагистраль. Вот. По прямой, как бы. Ну, здесь я уже ездил. Приготовьтесь. Вскоро повернуть на правду. Следите далее по трассе. Стоят радары везде. Все-таки, да, Цюрих – это один из мировых, как бы, да, таких финансовых центров. Ну, тем более, да, Швейцария, как бы, да. Все олигархи там хранят какие-то обшоры в этих вот банках. Ну, лично я так не вижу так, чтобы именно так пестрели, как, я знаю, в Украине, там такие вот. Через 100 метров продолжайте движение прямо. Банки как. Чуть ли не золотом все это, как говорится, вышито. Проедите пять целых четыре десятых километров. Ну, это как-то так. Не знаю, проедем я, может, вместе с вами сейчас. Вон, знаю, вот у меня, видите, автомагистраль. Вы повышаете допустимую скорость. Мы едем приемно. Через 250 метров поверните направо. Ой, а моя машинная навигация вот уже крутит она по-своему уже. Теперь поверните направо. Мы едем прямо. Вот так. Через 50 метров поверните направо. Сегодня пятница. Я бы сказал, даже как-то и свободно, пусто вообще, человек. Ну, это уже предпраздничный день какой-то. Вот, я не знаю, надо просмотреть. Некогда мне это высматривать. Так как где выгрузки? А время уже два часа. Вот, обычно здесь машин довольно очень много. Так как я даже заезжал на парковке, на паркинге, да, при въезде из Германии, тоже как бы просто вообще. То есть все стараются на уикенд, тем более запрет, то есть по Европе как бы, да, вот в основном. Швейцария, я не знаю еще как бы, да, а Италия, Германия, там, Франция. Для водителей запрет 45 часов, это времяпрепровождения паузы, находиться в автомобиле, только гостиница. Вот, и некоторые вот фирмы, польские в основном, да, как бы здесь, стараются избегать, либо же заказывать или оплачивать водителю отель, вот, либо же... Выводят авто за пределы Германии, ту самую большую. Вот так вот. С одной стороны хорошо, да, отель, то есть и душик, и отдохнуть, и как бы и кондиционеры, и телевизор, ну, то есть все какие-то условия. Ну, опять же, минус, это автомобиль, парковка, припарковаться, то есть где-то за 2-3 километра, хорошо, если я имею велосипед. Я припарковал где-то на паркинге, взял велосипед, необходимые там какие-то вещи, ну, с тобой что-нибудь это, ноутбук или что-то такое там, минимальные вещи какие-то. Вот. Ну, вот так вот, друзья, я уже на первом автобане, так что, в принципе, едем. Не, даже не первый, а... да, первый, да. Ну, вот так вот. Ну, идем дальше.